Путин и Шойгу это не мои мамы и папа, и я не считаю, что я им конкретно что-то должна, тем более я не считаю, что люди должны за них умирать. Рисует у себя на уже до детских колясках эту букву Z. Слава! Русские! В отличие от вашей кучеры, у моего ребенка российское гражданство. А кому мы говорим, друзья, свободу? Россию! Они решили, что они будут выбирать, кто русский, а кто нет. Говорим, мои друзья, нет? А кому мы говорим, друзья, свободу? Россию! Антивоенное выступление российской певицы Монеточки на одном из своих концертов вызвало гнев властей РФ. Попытки Кремля заткнуть Монеточку с треском провалились. Не боясь ничего, певица высказала властям РФ все, что о них думает. Я считаю, что бороться единственный способ выражать свой патриотизм. Российская певица Монеточка, настоящее имя Елизавета Гордымова, неоднократно высказывалась против действий властей РФ, в том числе делала это в своих песнях. Попав в российские черные списки, певица не могла больше выступать с концертами по России. И как многие другие артисты, она покинула Россию. После начала так называемой спецоперации, она из-за своей антивоенной позиции переехала в Литву. Рисует у себя на уже до детских колясках эту букву Z. Почему-то себе забрали название патриота. Кадры с концерта в Литве попали в сеть 18 января. Монеточка вышла на сцену с бело-синий-белым флагом. Его используют протестующие против так называемой специальной военной операции. Слава! Удачи! Живее! Работусь! Сказать, что это выступление Монеточки сильно обидело власть РФ, это не сказать ничего. Российские чиновники, отрабатывая повестку, тут же набросились на исполнительницу песен. Было бы удобно для этих людей, чтобы в стране 100% поддерживали Путина. 100% клеили буковку Z. Руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Бородин попросил признать Монеточку инагентом и конфисковать ее квартиру в Москве. Также он указал, что в действиях Гердымовой есть признаки правонарушения по статье о дискредитации вооруженных сил РФ. Свою просьбу он направил в Генпрокуратуру РФ. Когда я покупала свою квартиру, не было пункта о том, что помимо налогов я обязана поддерживать Путина до конца своих дней. Не было такого пункта при покупке квартиры. Вы должны перечислить налог и второй пункт, вы должны поклясться, что будете поддерживать власть в захватнической войне на территории другого государства. Этого пункта не было. Депутат Госдумы Иванов назвал певицу ломаным грошом. Сенатор от Крыма Коветиди назвала тех, кто выкрикивает подобные лозунги грязной накипью и пылью. На место таких артистов придут не менее талантливые люди, которые любят свою родину, подчеркнула она. Наверное, имея в виду Газманова, Баскова и так далее. Путин и Шойгу это не мои мама и папа. И я не считаю, что я им конкретно что-то должна. Тем более, я не считаю, что люди должны за них умирать. На претензии за концерт в Литве Монеточка ответила в своем телеграм-канале. Певица, по ее словам, не только поддерживает Украину, но и собрала кучу денег для беженцев из этой страны во время благотворительного тура вместе с рэпером Нойз МС. 20 января стало известно, что певицу Монеточку внесли в список иностранных агентов. Ура, патриоты разыскали квартиру певицу в Москве и опечатали дверь красно-белой сигнале лентой и стикерами с ругательными надписями о том, что исполнительница заражена вирусом предательства. После инцидента исполнительница оставила гневный пост в соцсети. Когда я смотрю на разрушенные дома в Украине, я вспоминаю про эти огромные суммы налогов, которые я вам платила, и я не знаю, кто из нас с вами обманул кого, потому что вы обещали, что эти деньги пойдут на пенсии. Они решили, что они Робин Гуды в этой сказке. Они решили, что они будут выбирать, кто русский, а кто нет. Кто дал это право, я не знаю. «Если вы пытаетесь показать, как меня все вокруг ненавидят, то я вам все равно не поверю. Ни один из моих близких друзей, коллег по цеху не отвернулся от меня. Я чувствую столько поддержки, сколько я никогда не чувствовала раньше», – написала знаменитость. «Великая литература, которая написана на моем родном языке, мои друзья, моя семья, они навсегда будут со мной». «Никаких альтернативных вселенных с их вечными если. Никаких перемоток на 8 лет. Сейчас мы здесь. И здесь мирные украинцы гибнут в собственных квартирах от рук путинской армии. Прячьтесь за метафорами. Вспоминайте соответствующие цитаты великих людей. Корчите рожи, рисуйте на дверях, придумывайте факты. Но я и тысячи таких, как я, по-прежнему против», – резюмировала Елизавета. «В отличие от вашей кучеры, у моего ребенка, российское гражданство. В отличие от вашего Соловьева, у меня никогда не было недвижимости за границей». Публикация «Монеточки» набрала полторы тысячи комментариев. «Лиза, ты наш голос. Голос тех, кто в России и не может здесь кричать. Спасибо тебе за силу духа, смелость и неравнодушие», – пишут подписчики «Монеточки».